Всем здравствуйте! Сегодня обещанный обзор и мейкап с новой косметикой, которую я недавно купила в Стамбуле. Вы видели предыдущее видео и, конечно же, это видео по вашим пожеланиям. Итак, сегодня буду делать мейкап, я его назвала Nudic Makeup. Несмотря на то, что косметику я купила достаточно дорогую, сегодня в Стамбуле стоимость NARS приравнивается к стоимости хорошего пальто или хорошей обуви. Я ее приобрела в Дьюти Фри. Там цена доступная, говорю сразу, так что есть выбор, где покупать. Можно что-то купить там, а что-то еще и в Дьюти Фри присмотреть. И я взяла себе палетку с тенями. Как всегда, приятное оформление, матовая упаковка. Вот такие 4 красивых соблазнительных цвета. И скажу сразу, что в Дьюти Фри они не цветоизменены. И я думала, что я покупаю чуть другое, чуть более светлее и менее розовый тон. Также я взяла себе румяна. С упаковкой ровно все то же самое, но только таких румян мне и не хватало. Значит, здесь у нас такой цвет более теплый. Скажу сразу, что мои любимые холодные румяна, вот такой вот квартет из 4 оттенков холодных от Givenchy, он мне нравится намного больше, чем, допустим, вот этот. Вот у меня есть разные оттенки. Также есть теплые терракотовые. И скажу, что вот этот оттенок, он несколько схож даже вот с этим терракотовым, но... И эти румяна в оттенке Orgasm Age. Оргазмов у них там много. У них есть и rose, видимо, более розовый. И есть какие-то более темные оттенки. И меня прям таки подмывало взять прям темный, такой более бордовый, шиммерный цвет. Но консультант мне сказал, что по моему типажу, причем консультант и первая моя уже подруга, да, из видео, и консультант вторая в Дьюти Фри посоветовали все-таки остановиться вот на этом, что это оттенок более подходящий для моей кожи, да, для ее глубины вот такой вот, более светлой, для ее оттенка. Вот я вам и хочу показать, получится ли у меня что-то такое необычное, оригинальное, отличающееся от моего обычного мейкапа, даже самыми простыми, косметическими, привычными средствами или самыми дорогими. Будет ли заметна разница, действительно ли этот мейкап сделает меня еще более лучше, давайте с вами вместе это и проверим. Засучили рукава, и так как я полностью мыла лицо, мне хочется сейчас его чем-то увлажнить, и я буду использовать вот такую, как же они это называют, эссенция, что ли, гиалуроновая и коллагеновая тире, это Farmstay, эту эссенцию мне посоветовала визажист из города Челябинска, она мне делала мейкап для фотосессии и нанесла что-то такое желеобразное перед макияжем, после чего мой макияж, во-первых, продержался очень круто, не имел жирного блеска, не создавал никаких, в общем-то, проблем во время фотосессии, и, во-вторых, держался невероятно долго. Ну и, наверное, основной плюс, то, что кожа себя чувствовала очень-очень комфортно. После чего я написала визажист, переспросила, что она нанесла предварительно. Она мне ответила про два средства, конкретно она не могла вспомнить, какое из, но первое было Бобби Браун, который я не нашла нигде, даже в Дьюти Фри, и второе было вот это, Farmstay, коллаген и гиалурон. По ощущениям не могу сказать, что это был точно он, мне кажется, все-таки это был Бобби Браун, ну, потому что я почитала характеристики Бобби Браун, и там были перечислены и витамины, и энергия, которая отдается коже, да, это то, чего я не ощущаю вот после этого средства. Хотя в целом я почитала отзывы визажистов именно про это средство, что его прям рекомендуют очень многие для макияжа, ну и по уходу за кожей. И, наверное, сначала еще моего канала помните, что мне очень нравился консилер Art Visage. Кажется, это российское производство, и я абсолютно и полностью довольна. Да, все понятно, что как базу под тени и для бровей нужно наносить какое-то специальное средство, которое так и называется базой, но я ее не имею, и меня вполне себе устраивает на день просто, вот как бытовой макияж, да, мюдовый, такое средство, как консилер. Еще одной моей покупкой и очередной ошибкой, скажу сразу, был карандаш от Benefit для бровей. Я как-то уже адаптировалась к своим привычным средствам для бровей, и, в общем-то, от добра до брони ищут, вот что я скажу. И если бы я взяла тот оттенок, который использовала визажист в Стамбуле, то, наверное, это было бы окей. Но так как я не знала, какой она оттенок использовала, я и писала в тот момент, когда я собиралась приобретать этот карандаш, она не была в связи в тот момент, я спешила и выбрала оттенок 3,75. Он более коричневый такой, рыжеватый, и какой-то слишком яркий, что ли, на моих бровях, и немного даже такой жирный, имеет жирную более текстуру, чем тот, который она использовала. Она использовала более холодный, более серый, более светлый тон, и он ложился намного суше. Я его приспособилась использовать для других вещей, но на бровях я вам сейчас его покажу, а потом я его буду применять не по назначению, и он мне вполне нравится. Итак, брови рисую по рекомендации своего бизониста. Сначала создаваю дизайн, затем завершаю и заполняю. Окей, ну и давайте я вам покажу, как я делаю брови при помощи своих уже привычных средств. Это косметика ВЭД, также продается в Стамбуле. Обратила внимание, в бытовых магазинах косметики. И мне прямо она вот идеально подходит. Здесь я начинаю изначально с более темного тона, и я прорабатываю именно середину бровей, сверху и снизу. К тому же принципу, что я карандашом создаваю прям легкие линии. Немного их заполняю и ухожу в конец, но не до конца. Далее я использую более светлый тон. Заканчиваю бровь и добавляю в начало более светлый тон и сводя цвет на нет. Тут я могу добавить чуть более темного, если мне хочется, яркости в образе. для этого вечернего варианта. И еще добавляю пару темных штрихов в начало бровей. Буквально изображаю волоски. И вот такая разница. То есть здесь можно видеть более строгие линии, как-то не очень натурально, как будто бы брови прям сильно выщипаны и даже выстрелены. И здесь можно видеть натуральный такой вид бровей, как будто бы это просто может быть краска, окрашенная моей родной брови. Сейчас я немножко подправлю для глаз, но буду ими оформлять брови. Вот, вид как-то пожилее, да, получается? Напишите мне ваше мнение по поводу оформления бровей, что вы используете, что вам больше нравится. Палетку наношу прям, не стесняясь, вот такой огромной кистью. Буду использовать золотые тени и наношу их от внутреннего глаза ко внешнему виду. Хочу сразу предупредить, рекомендую использовать по минимуму. Особенно все, что касается под бровями области. Сейчас объясню, почему. Невероятный какой-то шиммер, если его прям нанести много и хорошо растушевать, заполировать, скажем так, ощущение, что на веке лежит какая-то прям водная такая гладь, пленка, и глаза просто начинает становиться не видно. То есть один такой блик, блеск, ты вроде как посмотришь на людей, а взгляд такой неживой за счет вот этого прям зеркального отражения. Так что я советую использовать для шика прям минимальное количество, чтобы был легкий, просто золотистый оттенок и благородный такой легкий лоск, легкая глажность. Я немного вышла вот сюда, за внешний угол, я так люблю делать. Далее, чтобы не совсем потеряться в процессе, потому что если нанести только одни тени на верхнее веко, будет вид немного такой заплаканных глаз, я буду, кстати говоря, вот-то использовать не по назначению, мой любимый теперь уже карандаш Benefit. Цвет у него, кстати говоря, ровно тот, который мне наносили в Нарсе карандаш тени, помните, и растушевывали пальчиком. Вы могли видеть рилс с этим макияжем. Я вот решила также точно его применить по нижнему вверху. Он достаточно мягкий, его можно даже также растушевать при помощи пальца и вывести вовне. Субтитры сделал DimaTorzok вот, видите, да, получается такой красивый рыжеватый коричневый цвет. Далее я им сделаю еще один штрих, но это в конце мейкапа, пока это будет интрига. Еще я сюда просто вот так, чтобы показать вам больше возможностей, да, с нестандартным использованием привычных нам средств, я нанесу на этот же карандаш вот эти тени для бровей, светло-коричневые. Они, кстати, очень похожи между собой. Буду использовать вот такую кисть. Вот так вот, совсем вот такими легкими, приставляющими движениями я создам дымку по нижнему веку, причем по внешнему краю. Заметьте, что это не вечерний макияж, да, то есть под низом я не добиваюсь какой-то пластмассовой ровности за счет консилера. Абсолютно натуральный такой дневной нюдик. Мейкап. Казалось бы, золотой будет очень хорошо смотреться с розовым. Скажу так же, будет хорошо смотреться вот с этим коричнево-розово-шиммерным цветом. В общем, можно использовать все, что ваше душе угодно. Можно добавить матовый, но он, мне кажется, все-таки больше подходит для такого более брюнеточного, что ли, макияжа, для карих глаз. Вот этот вот матовый такой с розовинкой на голубые немножко может создать также эффект заплаканности. Но давайте попробуем начать с розового, потом, может быть, что-нибудь еще добавим. Тут также может возникнуть проблема с шиммером, то есть слишком много блеска, слишком такой зеркальный будет блеск. Я стараюсь глаз не закрывать, вывожу вовне вот эту длину, потому что, если я закрою глаз, глаз входит у меня вовнутрь. Вот, это как вариант макияжа золото с розовым. Мой любимый, такой стандартный, классический, гламурный, итальянский. Итальянки очень любят вот такой макияж золото с розовым цветом. Да, брюнеткам вообще идеально. Я добавлю коричневого, мы с вами посмотрим, что это изменит или не изменит. Добавлю его чуть даже на нижнее веко, вот сюда, да, вот сюда, вот сюда, эту тень. Вот глаз, хочешь не хочешь, визуально уже закрылся немножко. И даже не знаю, не представляю, куда добавить вот этот матовый. Давайте попробуем его добавить чуть ниже, да, получится вообще такой розовый, заплаканный мейкап, наверное, но... Зато мы будем знать, на что мы идем. Ну, в целом, неплохо, учитывая, что сейчас вообще очень актуальны розовые макияжи, заплаканные, эффект заплаканный глаз. Я сейчас нанесу на верхнюю линию под бровь самый светлый оттенок, а это пока из них самый светлый золотой. Вот я уже говорила, что здесь его нужно прямо сосянем на воду. золотой. Заложу на линию розового цвета, чтобы это все дело соединить, чтобы это не было деленными полосами. И все-таки очерчу нижнее веко при помощи золотого. Хочу его высветлить, потому что розовый закрыл мой глаз и делает его каким-то впалом. А я люблю наоборот, нижнее веко выводить вперед на первый план и открывать его и при помощи стрелок. Вот видите, да, насколько они шиммерные, насколько много блеска. Посмотрите разницу наверху я слегка нанесла и на подвижном веке. Вот, друзья, то есть раздули для экспериментов. Можно попробовать еще и матовый сюда нанести, но я думаю, что его стоило наносить уже без шиммера. То есть как самостоятельный такого накап сделать. Я вот этот матовый розовый не рискну наносить на подвижное веко с голубыми глазами. Ну, прям слишком что-то сильно этот розовый матовый не изменил. Согласитесь, да? Может быть, его даже неплохо будет использовать как румяна, какие-то линии подчеркнуть на щечках, чтобы соединить глаз с лицом в целом. Так, ну и последний штрих это опять карандаш бенефит, который мне не совсем подошел в качестве карандаша для бровей. Я нанесу его по ресничному краю поверхному. Вот так помргаю, чтобы он немножко отпечатался на водной линии. Ресничку закрашивает очень хорошо, на водной линии я его не вижу, поэтому я его нанесу. Наверное, отражаю. Вот так вот. С края внешнего края чуть-чуть буквально для того, чтобы придать глазу такой более хищный образ, хищный взгляд. немного черной туши на верхней реснице, прямо с края. в качестве бетона я уже год использую герлен с метеоритом. Буквально слегка прохожу с кистью по лицу, чтобы создать тонкую-тонкую вуаль, на которую можно уже сверху положить румяна. в румяну. и немного захожу на область века, чтобы вырунить ту самую розовинку, которая из ниоткуда появилась на моем газе. и бубы. Хотела вам предложить изначально сделать полностью мокрый такой мейкап, но все-таки решила, так как это день и осень и зима на дворе, поэтому буду использовать любимую свою новую нюдовую помаду на каждый день Art Gecko. В первую очередь очень понравилось оформление такое джинсовое casual ну и конечно сама помада прекраснейшая. Помада на первый взгляд покажется матовой, но имеет на губах прекрасный сатиновый отблеск, деликатный, ненавязчивый и держится очень долго. Ну не знаю, при данном освещении я бы добавила еще румяна. Просто всегда нужно помнить, что макияж сделанный при искусственном освещении будет отличаться от макияжа у окна, поэтому смотря куда вы собираетесь, если это искусственное освещение в помещении, то это одно. А если вы идете на улицу, то лучше сделать макияж при хорошем освещении из окна, при дневном. вуаля, макияж с новинками от NARS, а также Benefit, а также Art Deco и Cabaret Vivienne Sabo и Vett. В общем, сегодня было много всего использовано, но основные у нас гости были от NARS. Не могу сказать, что прям какие-то тени, без которых я не могла обойтись, просто было любопытно попробовать что-то новенькое, что-то нестандартное, и также не могу сказать, что эта палетка именно в этих оттенках NARS оргазм сделала меня как-то прям еще лучше и безупречнее. Я бы сказала, что эта палетка меня скорее всего больше разнообразила, внесла какой-то ассортимент макияжей в мою жизнь, в мой быт, то есть можно сделать так, можно сделать по-другому, но также я знаю, что подобные мейкапы я делала и с другими своими средствами, как вы помните, у меня были разные золотые уже тени и розовые и все это я смешивала. Есть единственный такой момент, с которым сложно конкурировать, это действительно драгоценный, благородный, очень мощный блеск теней, которые сложно получить, наверное, в любых других тенях, которые я пока пробовала. То есть это что-то прям очень шиммерное, очень при этом не бросающиеся в глаза в плане шиммера. То есть ты не видишь блесток, но ты видишь очень много бликов, в которых отражается свет. С ними тоже нужно быть поаккуратнее. Дорогие друзья, спасибо, что сегодня провели это время со мной. Надеюсь, обзор понравился. Напишите мне обязательно внизу, будете себе такое приобретать или нет. Может быть, что-то другое вам понравилось из моих новинок. Может быть, что-то себе другое приобретете, что вас впечатлило, что не очень. Увидимся скоро и пока-пока. На черном фоне.